друзья всем привет мы продолжаем с вами серию обзоров на евротрак симулятор на моды на машины и сегодня нам на обзор попалась такая машинешка мод масс 6440 версия 2.1 для евротрак симулятор 2 на версию игры 1.27 значит машина покупается в автосалоне man имеет одну кабину 3 шасси 4 трансмиссии 7 двигателей 5 скинов покраска в металлик два интерьера анимация в салоне также анимации дворников снаружи внешние текстуры за запечены добавлено продвинутая сцепка добавлена поддержка dlc кабин аксессуары отличие значит версии что там зеркала краска chrome пластик двигатели на 800 900 и 1250 лошадиных сил шасси 8 на 6 с подъемной осью бак на 2000 литров несколько скинов задние крылья теперь съемные 6 вариантов исправлены текстуры хрома добавлен еще один задний бампер передний теперь красится спойлер тоже упирается также на стандартный бампер на фары добавлено стекло теперь лучше смотрится как пишет сам автор до тонировка снята так что мод на снятие тонировки теперь не нужен еще один момент связи с изменениями с изменениями поменялась немного раскладка под скины обновленный шаблон лежит в архиве со скинами ссылка на данный мод будет под этим видео в описании так что если вам кому понравится заходите скачивайте его давайте начинаем значит все с нуля смотрим покупка грузовика отправляемся в салон man да как нам было сказано приобрести онлайн и где он где у него здесь нету вот у нас маш 64 40 слиппер других нету других модификаций нету давайте изменить конфигурацию и понеслась а в таком цвете он смотрится конечно очень убого так кабина у нас одна шасси 6 на 4 с подъемной осью там вот есть 8 на 6 6 на 4 тоже с подъемной осью ну давайте наверное вот такой вот длинный до сделаем 8 на 6 8 на 4 6 до с подъемной осью дальше двигатели начинаются они от 250 лошадиных сил 800 750 стоит по умолчанию и мы можем сюда сами поставить 900 и 1250 лошадиных сил но предлагаю давайте по фен-шую да по максимуму его нарядим деньги у нас позволяют 1250 лошадиных сил ставим движок коробка 5 передач 8 10 12 но мы ставим пятиступку так как я езжу на механике и переключать с делителем не не совсем удобно ставим 5 ступенчатую коробку передач в салон смотрите от мерседеса до салона от мерседеса какой покрасивее здесь типа алькантары такая обшита торпеда ну честно говоря вот этот мне даже наверное поинтересней выглядит дальше цвет поехали у него тут есть свои скины алиен чужой до чужая такая вот расцветка просто стандартный черный кстати массу черный смотрится неплохо 777 номер на 14 регион а под лукой лук ты какая цепань кота и здесь какая цепа слушай вот это мне нравится уже до дальше масс дефолтная видимо такая вот раскраска идет point black это из какой-то игры да видимо там какие-то военные не знаю что за игра линукс какой-то идет тоже point black flora о цвет хаки так ничего смотрится монстр energy тоже девушка здесь симпатично слушайте много всяких интересных раскрасок здесь идет gaming series серафим какой-то до скуфнут это что-то я не понимаю что это такое вообще под российский флаг такая вот раскраска довольно таки оригинально смотрится это тоже что-то с огнем под 9 мая такая до праздничная была и дальше пошли дефолтные раскраски давайте наверно поставим вот такую россию за вот под российский флаг давайте вот такой оставим цвет далее ну не так много донов с одной стороны это радует блин давайте мы какую-нибудь она здесь подлиннее все таки надо выхлопную трубу поставить а то эти коротыши так самые длинные это у нас вот эти давайте какой-нибудь вот такую четверную до сюда въебем и с этой стороны соответственно такую же дальше кабина спойлерок такой ставится давайте его поставим лет бекон это это я так понимаю такие мигалки давайте вот эту оставим и галочку далее двигаемся можем поставить сюда штангу и на эту штангу давайте наверное опа volvo надпись а нафиг она здесь нужно нет мы сюда поставим светодиоды с вами воткнем стробоскоп и называется здесь синенькие 2013 давайте синенькие поставим а по краям флаги можем поставить ну давайте наверно как обычно да с этой стороны ставим с вами флаг россии флаг россии а с этой стороны ставим флаг испании до моей малой родины далее двигаемся это у нас козырьки здесь херову тучу всяких разных но наверно вот этот наверно посимпатичнее всех идет здесь мы ставим стандартные таблички какие-то можно телепаз девайс плейд что равен какие-то ну давайте наверно стандартную ставим да здесь мы пишем здесь мы пишем с вами youtube youtube применить изменения с этой стороны я не вижу где у нас поставилась табличка с этой стороны изменить ставим мистер босс почему нас youtube не поставилась не знаю давайте для интереса поставим например такую ну почему-то табличка здесь не ставится так зеркала хромированные пластик краска ну хромированные здесь смотрится как-то наверно по симпатичнее да будут так мы еще с вами не поставили не поставили давайте вот здесь вот здесь да поставим сигнал есть же у нас здесь да скример вот такой с этой стороны с этой стороны все далее двигаемся табличка спереди масс ну вот это первое по мне она подешевле но она прям классно смотрится под хром такая замученная на поинтереснее так заводской вариант а мы можем еще здесь такие поставить но это перебор здесь будет смотреться нет такой нам точно не нужен давайте сюда что-то не ну такие кенгурины здесь это реально прям перебор я такие кенгурины честно это под колхоз какой-то выглядит давайте сюда что-то что-то вот такое маленькое поставим пожалуй и снизу можем допустить светодиодную такую вот балку и здесь выставим тоже стробоскопы синий которые у нас идут 2013 сюда и поставим все эти стробоскопы здесь мы с вами случайно поставили оранжевый так синий 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 и сюда выставили далее колеса фухты от кенгурта ну давайте поставим мишленовский да и оставим все это в принципе как есть не будем сейчас добавлять этой краски здесь оставляем стандартные мишленовский далее двигаемся а это я так понимаю у нас глушак еще сюда выводится слушай кого-то это круто это реально круто смотрится мне понравились вот эти так это у нас что это у нас салоне там аксессуары баки нихера себе ну здесь что-то хочется наверное миниатюрника да вот такое поставить баки дополнительные выхлопная труба такая шикарная и сзади у нас я так понимаю меняется вау еще здесь и дополнительно можно наклепать ему да ну давайте вот такое оставим в таком вот исполнении да и пересаживаемся снаружи мы вроде бы все с вами рассмотрели вот это у нас что такое аксессуары ветровик под хром под краску и просто черный ну давайте под хром пускай будет да с этой стороны мы тоже он у нас заменился все нормально так да и переходим уже давайте с вами в салон да в салоне это у нас я так понимаю табличка идет вот эта табличка у нас почему-то не добавляется я не понимаю почему но она не добавляется сюда не ставится так сюда мы с вами я так понимаю бутылка воды слушайте у меня почему-то не работают эти кабин аксессуары да я так понимаю очень странно почему они не работают давайте тогда посмотрим какие дефолтные может быть что-то есть вот что-то кружка у нас здесь появилась одна дефолтная и кружка кошелек очки бутерброд ну конечно как мы без бутерброда мы с вами никуда не сможем поехать так здесь также мы можем расставить давайте горшочек с донатом поставим шляпку такую ирландскую и собачку такую с головой да а дальше сиденья здесь тоже кстати почему-то кто знает напишите мне пожалуйста в комментариях в чем это может быть дело вообще такое почему он не хочет работать вот так мне на самом деле это непонятно потому что других то аддонов здесь сейчас наверное стандартные там да даже ноутбук не хочет у меня ставится который в принципе всегда здесь вообще был так ладно на сиденье мы с вами ничего не можем ни положить ни посадить думал может быть девушку какую-нибудь ахерушки там здесь то же самое то же самое реально нету не подходит мне почему-то аддоны так далее равен эмблем а может быть потому что у меня нету DLCшки равен ну фиг знает я ж туда закинул по идее должно все быть так это у нас флажки это у нас аксессуары висячие предметы которые тоже почему-то не работают я же их все подключил заделал очень странно так шторочки мы можем с вами повесить изнутри давайте наверное вот такую и повесим сюда да шторочку сделаем по домашнему так по уютному далее это у нас флаги слушайте здесь магнитола такая классная да у нас стоит рация уже все это есть так это мы сюда вешали вешали козырек у нас стоит что еще мы можем сюда видимо навигатор мы можем с вами воткнуть том том который к сожалению не том том который не ставится ладно оставляем тогда по внутрянке у нас вот так очень жаль я потом разберусь почему так вообще случилось ну тем не менее так случилось да в общем вот в таком он у нас исполнение россия масс в принципе неплохо смотрится обошлось нам это все дело почти в 200 тысяч евро но у нас стоит с вами зато самый мощный двигатель 1250 лошадиных сил из которых вот из 200 тысяч 25 стоит этот так принять покупаем эту машину давать что случилось у нас пардон у нас здесь косяк произошел у меня почему то ни с того ни с сего вылетела вообще игра я не понял что это случилось сейчас мы с вами конечно запустимся уберем наверное какие то вот эти аксессуары которые у нас не проходили там я так понимаю и надеюсь что все настроиться тогда но это было очень странно видимо да вот эти у меня аксессуары они как раз не прогрузились очень странно очень странно ладно так поехали загрузить наше сохранение у меня здесь загружается еще карта промоц вообще пока немножко занимает по времени здесь наверное минуту у меня крузится эта вся карта на промоции на русмэп поэтому немножко сейчас такой вот у нас произошел косячок блин я сейчас постараюсь наверное в магазине отключить эти все которые мы выставляли там вот навигатор том том я поставил те которые не работают да убрать их и надеюсь что у нас все прогрузится то есть смотрите если вот эти ставим аддонны которые не прогружаются где картинки я так понимаю из-за этого и происходит вообще вылет ну что ж бывает бывает извиняюсь за такой косяк надо было мне все проверить сначала потом уже а я что-то решил нон-стопом обзор здесь запилить блин думал выйдет а получилось как всегда да ну нужно доверяй но проверяй как говорится блин так ну чё ты у меня здесь подзависла то загрузка еще все загрузились мы с вами обнаружены изменения да это все понятно покупка грузовика возвращаемся мы с вами в ман в берлин приобрести онлайн так давайте попытка номер два конечно мы его сейчас не будем уже изменять на все сто процентов да мы оставим с вами движок сразу 1250 поставим коробку пять передач здесь мы с вами ставили первые этот исполнение и раскраску россия раскраску россия мы не будем цеплять наверное вот наверх можно только лайт бар поставить такой поставить можно спойлер это в принципе оставляем все как есть вот здесь мы только добавляли с вами подождите где здесь у нас снизу можно поставить да такую дугу и этот оставляем все номер тоже оставляем вот здесь здесь заводской вариант блин не попасть сюда вот эту мы поставим здесь защиту и поменяем быстренько резину да поставим мишленовскую нашу и еще мы сзади ставили с вами шикарные вот такие глушаки но мне понравились даже наверное вот эти посимпатичнее будут все давайте снаружи больше цеплять ничего не будем поставим только табличку мистер босс а налево табличку вообще никакую ставить в принципе не надо да и вот здесь давайте еще выставим скримеры по краям чтоб хотя бы посигналить посмотреть как он у нас сигналит и давайте все таки наверху выставим старблю извиняюсь за такой косяк дальше наряжать его не будем внутри оставляем табличку здесь ничего лучше не ставить ну разве что вот на эту мы мы с вами дефолтный то уж можем поставить да вот эти всякие штучки вот из ирландского паку у меня есть и собачку такую так а все остальное уже здесь трогать не советуют нам потому что происходит вылет с игры тут реально надо мне будет разбираться так и хромированные эти обязательно и зеркала еще хромированные хочу поставить они уже у нас под хромом стоят все в принципе машину мы с вами нарядили принять купить покупаем и отправляем да дело было в тех этих скс блять в тех аксессуарах давайте ее загоним сюда в гараж у меня здесь вальвешник кстати стоит мой поехали спасибо за покупку да давайте сразу за руль и посмотрим как нам 1250 этих лошадиных сил ведут себя вообще на дороге масс за руль старт а где мы его можем потестировать где у нас вообще большая такая есть дорога кстати мы с вами на промоции не катались в испании в барселона там есть да я в барселоне был наверное уже раз пять а в игре здесь что-то так мы и не заезжали давайте мы тогда сейчас с вами на свободной камере туда перенесемся вообще так секундочку go to барселоны и туда полетели да все мы с вами над барселоной появились сейчас где-нибудь здесь приземлимся хочу слетать в сам город посмотреть вообще похож ли он вот мы сами здесь на шоссе выбрались давайте вот здесь наверно где-то машинешку нашу поставим шлакс приземлились добро пожаловать в барселону так у нас еще время 22.57 давайте мы сейчас наверное перенесемся на ст ушку в барселону барселону очень хорошо знают на самом деле очень много там был а и проездами вообще путешествовал когда поэтому здесь мне в принципе город знаком хочу съездить посмотреть если здесь эти все саграда де фамилии там плаза де каталуния испанная там дворец музыки и так далее так давайте мы сейчас с вами на стошки опа 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 слушай а на сто какой-то на сто какой-то бак произошел а что случилось стоям бы так заведем машину ну начинается бляха муха меня смотрите хотел туда залезть на стошку а меня почему-то просто взял и херануло там так давайте мы туда тогда маршрут с вами проложим вообще не понял что за косяки у меня здесь а думал за карты где-то так нет вот он город вот здесь давайте давайте сюда я не знаю где там заезд давайте проложим тогда вот сюда на стошку десять километров нам сегодня здесь ехать надо будет только развернуться по всей видимости так по звуку интересный звук у него такой давайте вид с кабины посмотрим подсветочки навигатор навигатор честно говоря что-то мне не особо как-то тут нравится как-то он смотрится я не знаю как-то не так ну давайте оставим дефолтный навигатор так мне надо включить мне надо включить здесь чтобы видеть какая у меня передача вообще слушайте а здесь должно быть что-то мне знакомо этот мост здесь должно быть здание типа как такое огурец небоскреб подожди есть он здесь нет видимо не в этом все-таки месте так вон у нас внизу заправка я так понимаю где-то СТОшка должна быть но как туда спуститься я звуклю да очень необычный звук поворотники смотрите где включается вообще ну индикатор включается с другой стороны он с правой стороны от руля слева от навигатора если вы видите включаются там так скорость набирает в принципе быстро 130 уже идем мы еще с вами и поломаны что здесь по указателю у нас Барселона Тарагона через Тарагону да кстати я когда Валенсию езжу через Тарагону на машине мы в принципе ездим всегда там так тормоза в порядке ну здесь они все выкручены как как у меня обычно это явление блин на 80 процентов выставляю динамика хорошая вот реально динамика по разгону хорошая но надо не забывать что у нас капотник что у нас капотник смотри у него поворотник звук такой блять это с задних вмешителей такой звук идет или с передних непонятно сейчас заодно кстати в Барселоне с вами гараж прикупим нам надо вообще максималочку на нем где-нибудь выехать проверить бы дороги тут узкие да в испании на самом деле только по автобанам еще более-менее едет так о чем на 3 вообще не хотел ехать ой слушать а здесь на капотники то я вам скажу честно так это не падаем дружочек на капотники слушай-ка на нем прям тяжеловато реально тут выруливать и сюда направо у нас заезд и не забываем что массу у нас еще очень кстати он очень легко прям запрокидывается я еду вот это да такие кстати испанские улочки гвардия цивиль поехала гвардия цивиль так это у нас что там подожди это я в какой-то парк заезжаю вообще слишком рано мы завернули ну куда ты едешь ну неужели вася алё не видишь заблудился здесь на мази из россии чувачочек так поехали значит на стошку слушай большой здесь города столько улиц тут запутанных еще так все дело так и вот у нас заезд сейчас мы здесь отребуемся почему меня сюда так опрокинул отсюда так стоп это я в салон да заехал подожди а где стошку с той стороны да салон вольво открыли заодно с вами салон вольво сейчас мы с вами отремаемся переночуем и поедем наверное куда-нибудь вдоль моря что ты будешь делать с этими тормозами блин не хочет останавливаться так давайте отремаемся а теперь переночуем кстати у нас номера а российские стоят нам в принципе не страшны штрафы даже были да все это дело они не отсылают я так на машине там ездил они штрафы не скидывают никуда так давайте переночим до утра и стартанем вот 8 утра вот так у нас выглядит снаружи наш вот этот мазик наш вот этот мазик так дальний свет мы давайте выключим фары ставим почему-то у нас верхние габариты не горят слушайте ну внешний вид у машины очень спорный вот по моему мнению он очень спорный такой знаете какой-то прям я не знаю немножко где-то несуразно выглядит сейчас давайте скамешотик здесь забабахаем с вами вот так на отметочке вольво да и вот с этой стороны еще тоже можно сделать вот такой то есть внешний вид у него очень такой на любителя я бы сказал честно говоря так давайте наверное посмотрим куда мы с вами здесь можем выехать максималку проверить вообще так здесь у нас монреса а здесь видимо как раз мы через юг и да мы подъедем здесь к монпелье ну давайте наверное вот по этой дорожке и поедем с вами по седьмой она кстати идет вообще через всю испанию а здесь мы в андорру да или сразу францию зайдем а вот андорра слушайте поехали-ка вот на этот серпантин с вами скатаемся а я понимаю что здесь особо мы нигде не разгонимся ну вот этот серпантин мы должны с вами по-любому увидеть давайте даже вот так вот по этой стороне наверное катнемся там поделаем хорошенькие скриншоты да все у нас 249 километров но машина нам позволяет даже я предлагаю наверное взять какой-то груз да чтобы это было чтобы это было как-то наверное поинтереснее давай выберем что у нас есть из Барселоны посмотрим как он вообще с грузом отсюда идет так невиномыск нихуя себе вы посмотрите сколько ехать 5000 километров почти 3000 так давайте нам что-нибудь наверное ох сколько здесь Барселоны грузов то давайте посмотрим может быть что-то есть прямо в саму Андорру заодно так Барселона Монопелье Франция Лимоджис Женева нет в Андорру ничего к сожалению нету ну давайте тогда что-то выберем вот такой вот такую мазу давайте выберем в принципе симпатично смотрится хотя вот этот наверно фасов бараний рубец вот такой кузов на нет давайте возьмем цистерну 19 тонн такой груз тяжеленький заодно заодно проверим как он с грузом вообще у нас едет да так поехали стоям где у нас отметка база куда у нас ведет сейчас а это вот такого круголя давать мы могли там через низ как-то проехать ну ладно поехали по маршруту покатаемся тогда я так чувствую что этот обзор у нас не совсем мода будет а такое мини путешествие да мы с вами здесь замутим блин ну в Андорре в Андорре слушайте много раз был в Барселоне а до Андорры никогда не доезжал и поэтому меня там так заинтересовала честно скажу та дорожка блять мы повернулись с вами на встречную да сейчас и вообще вроде бы куда-то даже не сюда поехали я думаю что нам сейчас пересчитает маршрут да все пересчитала и нормально а так за цистену смотри вот они испанцы да вот так вылетают круговые кольца кстати в Испании это у них ну вот реально такая проблема у них недавно они относительно недавно появились поэтому по кольцу испанцы честно скажу ездить не умеют они могут спокойно с внутренней стороны выезжать на внешний поворот да они этого не знают то есть что нужно где-то уступает дорогу там то есть для них это немного слушайте машина очень валкая ну реально с грузом у нас могут быть проблемы звук у него конечно перебор блять я сейчас потише его сделаю чтобы так не трещал он так где у нас сама база здесь базу база налево наша вот здесь она находится да или подожди я не на эту заехал да базу не на эту заехал подожди а где база то сама справа либо слева а вот она вот она соседи мы с вами в промзону здесь заехали так давайте зеркальце включим сзади а то не видно кто там подъезжает в хроме конечно так все переливается и машина смотрится вот за счет раскраски она смотрится прикольно на самом деле так давайте ордео в румынию и в лейпци куда возьмем нам по херу куда брать да мы снова его потом скинем давайте возьмем тогда а бензин и мазут ну давайте мазут возьмем 19 тонн так где у нас тут груз стоит вот он да на капотнике таком я скажу честно мы здесь с вами немного даже наверное помучаемся но российский вот этот герб орел вообще прям шикардос смотрится прямо шикардос так давайте аккуратненько сюда подъедем у меня продвинутая сцепка вроде бы стоит я поставил не помню сейчас поэтому иногда цеплять ее тяжело бывает так и в чем мы выставляем маршрут через андорру по вот этим вот зигзагом прокатиться охота нам давайте вот сюда ставим и и вот сюда все поехали посмотрим как ведет себя машина на дороге с таким двигателем 1200 лошадиных сил если мне понравится здесь кстати есть что мне уже понравилась пятиступенчатая коробка передач я думал если не будет пяти-шести ступенчатой то придется автомат ставить да а то с делителем честно скажу не хочу ехать с делителем так давай у нас что-то вторая немножко замиксовала вот не особо хочется ездить с делителем и я думал надо будет выставить автомат а так если сейчас машина понравится как ведет себя то почему бы ее не поиспользовать и в наших этих покатушках с вами да вот такой процент у нас гламурненький здесь так выбраться еще из города надо ну как правило зная по испании катаюсь у них с указателями честно говоря вообще полный порядок прям вот реально полный порядок у них заблудиться в испании скажу так невозможно особенно я знаю центральную хорошо испанию испанию которая на юге вот где где находится этот так съест у нас вот сюда бляха муха оп оп блять закапутника длинного такого тут реально прям тяжеловато так выруливать по этим вот развязкам кстати да тоже на самом деле все так и есть то есть нужно обязательно читать перед каждой развязки стоит маленькая табличка куда нужно двигаться так что вместо такого небольшого обзора у нас с вами сейчас получится небольшое путешествие жаль только без чата да не пообщаться так как я это записываю именно обзор а не трансляции сделал ну посмотрим мне самое главное понять динамику ну вот он 19 тонн до соточки на третий разгон берет так автобус ну зачем так ты сюда свернул ехал же ведь нормально так на четвертую переходим и вот здесь дорожки то петляют а ну зато едешь и радуются глаза вот там вот реально везде вот растут пальма 320 солнечных дней в году чтобы там был дождь это реально что-то должно такое произойти блять очень там редко бывает дожди на самом деле и постоянно тепло вот так же зимой всегда солнце светит пальма вот я недавно когда в апреле катался уже в декабре катался прям вообще по кайфу проводишь время там действительно все ходят улыбаются испания форева короче моя вторая родина так сказать так ну что у нас пока штрафы за все дерут кстати везде стоят знаки заранее предупреждают что скоро камера скиньте скорость то есть у них нету а такой скажем функции наебай да и быстрее собрать деньги они наоборот предупреждают чтобы люди не торопились но это во всей Европе и в испании в частности так ну что мы набрали с вами 130 уже 140 км в час динамика по разгону неплохая так и сейчас выходим на е16 едем уже в сторону Андорры вообще Андорра от Барселоны если мне память не изменяет километров 150 учитывая что мы с вами уже едем 150 то мы еще вон уже горы да появляется кстати где-то в этих горах я катался а там ой 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 закидывает закидывает сейчас за счет бортика мы с вами сжались я катался там знаете что находится этот блять как же там собор такой здоровенный там блин не вспомню не вспомню не вспомню как называется может здесь по указателю мы вижу нет тоже не вижу тоже не вижу как же он называется не вспомню не вспомню не вспомню мы ехали я помню там на поезде немножко на электричке потом поднимались наверх на таком на цепном Монресса город добро пожаловать такой он цепляется как этот в гору поднимается типа экскаватор такой знаете обалденно так выглядел он 150 набирает слушайте я думал честно говоря что 1200 лошадиных сил так мы с вами на какой на четвертый еще едем вот пятую давайте у нас еще обороты даже не моргали у меня что надо переключаться поэтому в принципе можно даже пока на четвертой и выкручивать далее мне еще по оборотам хватает как только заморгает у меня здесь я переключусь на пятую у нас дорога петляет короче я думаю он километров наверное 180 набирает у нас этот мы катались с вами на кеше он тут даже пошустрее такой был да хотя там не 1250 лошадиных сил было 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 но прошло ущерб мы с вами выхватили встали здесь орелики так давайте отсюда выбираться уже слушай тебе печально прям давай я тебя наверное как-то вот разверну чтобы тебе поудобнее было выезжать хоть бы предупредили блять что ремонт дороги здесь идет да у нас так и вот мы уже подъезжаем к кондоре скоро уже будет граница здесь я так понимаю в туннелях да все изрыто это по всей Испании туннели такие идут слушайте пять передач они реально очень длинные передачи сцеплением приходится прям очень редко даже считая до сотки я выкручиваю еще на третий все так же и идем пока держат обороты мне а ну мы еще и в горку здесь едем но машина очень валкая кстати у нее либо высокий центр тяжести идет я не знаю очень валкая на третий все идем даже это ну пока переключаться не нужно нормально он держит так у нас впереди кольцо надо будет скинуть скорость скинуть скорость но встречных у нас вроде бы никого нету поэтому мы немножко так обманем всех и повернем чуть-чуть с запасом да ну вот они начинаются горы там поломался дружочек редко такой встреч так вот скорость надо переключать уже вот смотрите куда мы забираемся с вами переней подъезжаем да так заправка ну у нас полный бак с вами там я так понимаю две тысячи литров зимой ездил в испанию кстати собирали мы там ездили этот миндаль орехи прям в горах на деревьях растет миндаль собрали почистили его дома сели покушали прям вообще настоящий вот этот миндаль прям с дерева свежий как говорится да потом его подсушить если еще чуть на солнышке то вообще как семечки его там херачишь так мы уже с вами почти 40 минут катаемся извиняюсь что этот у нас обзор машины перетек в путешествие могу конечно вы в комментариях дайте есть что знать если такие путешествия делать не надо то просто будем пилить обзоры минуток по 15 да вот на машину какие вешаются аддоны и по динамике ее смотреть немножко прям пару минут и все а то мы сейчас и будем ехать я так понимаю все побежаем к перенеям там наверное я надеюсь может быть даже снег будет Андорра Андорра я не убрался направо хорошо это есть реакция да сейчас по кругу аккуратненько проедем казалось что захожу в порог слушайте на капотнике он реально длинный этот мазик он длинный я его честно скажу не совсем чувствую все подъезжаем границу уже Андорра сейчас пойдем там петлять эх красота надеюсь снег там будет все таки очень красиво смотрится люблю горы особенно в сочетании с морем это вообще просто шик так а давай как как в скандинавии у нас он тут проезжает проезжает вообще но ура блин так гараж тут покупать а не знаю есть ли смысл покажемся мы здесь еще когда то или нет ну разве что для сохранки пускай будет так здесь у нас шлагбаума нету просто проезжаем на скорости остановиться нужно было говорят ну надеюсь штраф с нас никакой не возьмут сколько здесь всяких добро пожаловать Андорра Лавелла да виды конечно тут закачаешься смотрите ну реально красота блять обожаю а горы это нечто конечно гараж у нас хоть и по ходу прессы вообще блять ну дружочек ну что ты здесь тоже стоишь видишь же да батя едет так ну все у нас сейчас я так понимаю через этот серпантин пойдет дорога посмотрим что у нас там ожидает затянет ли нас туда вообще машинешка он дома как ставят в Испании так же кстати они прям на скалах стоят смотришь думаешь как люди живут блять я буду реально наверно побоялся жить вот так когда прям на отвесной скале так на третьей смотрите не затягивает теряю обороты походу не хватает немножко мощи ему да не набирает давайте наверное вторую нет а на вторую уже это на третьей потихонечку тогда и будем въезжать сюда о все андорру пересекли но андорра да карликовое государство и въезжаем сейчас во францию франция для чего такой объезд здесь сделаны вот это кольцо не совсем понимаю блин да немного я не понял для чего там два таких заезда один для грузовиков может быть именно длинных и вот мы подъезжаем вот к этому серпантину которые хотели посмотреть так встречных у нас здесь нету день на улице хотя направо заезда никуда нету может быть какую-то с вами здесь я не знаю скрытую дорожку вообще найдем если мы еще въедем сюда блять сейчас здесь фоточку надо будет замутить какую-нибудь стать сколько 40 минут да нас обзор в итоге почти в час ушел нельзя такие делать обзоры вот налево был поворот по какому-то стойте а что там за дорога такая шла как раз а там я так понял дорога идет низом да петляет а здесь дорога идет вверх а для чего там может быть какой-то заезд в городок что ли а это мы сейчас нет здесь будем петлять нифига себе прикольно прикольно смотрится так давайте наверное где-то здесь вот фоточку мы с вами сейчас и замутим да вот так наверное встанем ручничок короче вот такой у нас будет серпантин давайте сейчас наверное на свободную камеру перенесемся и посмотрим ну да у нас тут просто этот уходит серпантин вниз туда и въезжаем здесь в городе в принципе ничего такого нету так давайте вернемся к нашей машине и как-то ой куда мы здесь и как-то вот так сделаем фотку сейчас да вот такой дороги серпантина вот так смотрите как симпатично как на трек какой-то выглядит даже блин прикольно прикольно смотрится так поехали поехали дальше ручник выключаем зеркало тонн вот че он меня не объезжал смотри встал за мной и не едет че вот не едет здесь на спуск ну там внизу городок вот в том городке наверное мы остановим сейчас давайте не сбавляя скорости попробую вывернуть руль я так понимаю у нас машина завалится все-таки здесь ну так наверное все-таки чуть-чуть скинем о руль влево да и машина сразу же у нас валится не знаю я не замечал чтобы так другие машины легко валились это на самом деле что-то прям центр тяжести видимо очень высок все в андору мы с вами переносимся сохраняемся здесь или не сохраняемся даже народ вот такое вот машинюшка вот такой вот мазик у нас внешность очень неординарная кому интересно ссылка будет на него в описании а кому интересно скачивайте ну я лично нет я лично на нем кататься не буду мне он не особо понравился как себя ведет на дороге я люблю капотные машины но этот себя ведет как-то по дурному капот и внешний вид я говорю на любителя спасла его только раскраска здесь все ну еще вот прикольная где раскраска подождите сейчас мы с вами звук такой тоже на любителя блин орлет что-то пердит там у него еще вот вот раскраска с девахой мне понравилось очень классная смотрится так не сервис подожди да и сервис нам отремонтироваться заодно надо и апгрейды в раскраску у него вот это красивая была где где ты вот лукойл такая девушка прямо их и здесь так оплатить 10 евро всего стоит цвет сам у машины стрёмный а девушка здесь конечно вообще секси секси шмекси такая смотрите а здесь у нас салон рено находится да мы вот так не открыли давайте сюда заедем да авто салон рено ну и там еще в принципе много каких-то знаков гараж уж мы здесь покупать не будем давайте наверное здесь с вами и запаркуемся народ вот такой вот обзор на такой вот мазик ссылка в описании если вам понравилось ставьте лайки если вам понравилось ставьте дизлайки всем спасибо всем пока пока